МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна Васильевна, здравствуйте. Добрый день. А также член организационного комитета и победитель пятого фестиваля «Инший погляд» Валерий Смалюх. Здравствуйте. Мы уже неоднократно встречались в этой студии, говорили о фестивале «Инший погляд», о том, как семь лет назад за чашечкой кофе возникла идея создать что-то иное, иной взгляд на вещи. И так создался фестиваль «Инший погляд», который уже живет седьмой год подряд родным домом для него стал город Одесса, потому что начиналось все из города Сумы. Теперь это Национальный университет Одесской юракадемии, теперь это город Одесса. И ежегодно не перестаете удивлять вот чем-то новым. Новые гости, новые мастер-классы, расширяется география, количество участников, работ, открываются новые таланты. Чем будете удивлять в этом году? Какая программа «Фестиваль «Инший погляд» 2017?» Спасибо большое за вопрос. Вопрос интересен, и в то же время есть много еще у нас самих вопросов, на которых нет ответа. Но то, что мы сегодня реально знаем, и у нас программа, я думаю, что она понравится многим участникам, нам уже дали согласие принять участие в фестивале, такие именитые спикеры, и мы этим гордимся. В один из дней фестиваля, а именно 25 ноября, в 16.00, у нас будет лекция-семинар от известного кинорежиссера, киносценариста Валерия Балаяна, который встретится с нашими участниками. Мы поговорим о том, как сегодня кино влияет на массовую аудиторию, как трансформирует смыслы, которые тиражируются в сообществе, и как мы это воспринимаем. Я думаю, что это будет полезно и интересно. Кроме того, Валерий Балаян здесь как раз и покажет свой последний новый документальный фильм. Кроме Валерия Балаяна у нас будет интересный еще спикер, который проведет мастер-класс. Это Татьяна Ясенчук, которая была у нас победителем, по-моему, 2014 года. Она из Камец Подольска. И тогда на этом фестивале она выиграла призовое место за анимацию, за мультфильм, который она сама создала и использовала пластилиновые детали, игрушки и так далее. Все это она сама делала. И вот вчера она подтвердила, что она готова приехать в этом году к нам на фестиваль и проведет мастер-класс по созданию пластилиновой анимации. То есть все наши участники будут у нее с лошаделями и участниками, которые будут создавать с ней маленький мультфильм. Мы сейчас закупаем пластилин специальный, который она попросила, готовим все инструменты, что нужно. Я думаю, что это будет интересно. Кроме того, к нам на фестиваль приезжает с мастер-классом Андрей Курила, который работает уже несколько лет на канале 1плюс1, дизайнер этого канала. Именно Андрей Курила был у нас преподавателем факультета журналистики, был когда-то участником фестиваля Иншипогляд, и когда-то, по-моему, первый либо второй фестиваль, был победителем. И так у нас с ним завезлась дружба, и сейчас это один из ведущих дизайнеров канала 1плюс1, и он готов к нам приехать, поделиться своим мастерством дизайнерским. То есть можно сказать, что Иншипогляд — это такой трамплин, который дал путевку в жизнь очень многим талантливым людям. По сути, участники первых годов фестиваля сегодня уже приезжают на фестиваль, как к тебе домой, приезжают уже в качестве мастер-класса, проводят лекторы. Кто может посетить эти мастер-классы? Только участники фестиваля, которые будут представлять свои работы, или же люди, которые нас сейчас смотрят, могут зарегистрироваться, подать заявку и прийти также присоединиться к мастер-классу? Ну, у нас фестиваль Иншипогляд. У нас все по-иному. Мы открыты для любого желающего человека. Можно прийти, мы уже заканчиваем именно формировать программу и принять участие в том или ином тренинге, в той или иной лекции, в том или иной мастер-классе. Мы открыты для всех. Это не обязательно будут ребята, которые создали тот или иной ролик и подали как участники фестивальных работ. Но это может любой желающий человек, который заинтересовался и хочет что-то узнать новое, либо пообщаться, познакомиться с этими интересными людьми. Где будут проходить мастер-классы? В этом году у нас будет новая площадка, новая локация. Мы будем проводить свой мастер-класс на территории ЦХАБа. Это новое открытое пространство, новый хаб от компании Цитрус. Кстати, на факультете журналистики также присоединились к такой мировой тенденции. По типу хаба создан творческое пространство ТРЮМ. Будет ли задействована эта площадка? Обязательно. Эта площадка у нас всегда задействована в первый день, когда приезжают ребята регистрируются. Именно в ТРЮМе происходит регистрация и уже общение, знакомство с зачашечкой кофе. А потом мы в ТРЮМе будем проводить небольшие тренинги. И в программе мы тоже указываем именно локацию. Получается, локации основные — это ЦХАБ, новое пространство, это ТРЮМ юридической академии и библиотека на Троицкой имени Грушевского. Тоже выступает нашим партнером, где мы будем проводить лектории. И, кстати, презентация будет поэтического сборника «Галерея Чутя». И к нам приедут 24-го в 16.30 именно украинские поэты, чья поэзия вошла в этот сборник. Это будет очень интересно. Регистрация длится, да, и по сегодняшний день она будет длиться до 10 ноября. Каким образом можно зарегистрироваться, подать свою заявку? И вот как происходит процесс оформления работы? Заявку можно подать, если зайти на Google форум. Ссылка на Google форум есть во всех социальных сетях нашего фестиваля. Это и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Дальше вы подаете ссылку, писаете там буквально минимальную информацию о себе, после чего мы уже просматриваем работу и просматриваем заявки. И плюс информационное письмо фестиваля у нас есть на сайте факультета журналистики и на сайте юридической академии. Поэтому можно через поисковик «Фестиваль Инший погляд» найти всю эту информацию, все эти данные, она в открытом доступе. Сейчас такое огромное количество масс-медиа представляет молодому человеку большие возможности создать и печатную продукцию, социальную рекламу, и выразить себя в видеоролике, в аудиоролике. Что преобладает? Какие заявки приходят и поступают чаще? Это все-таки видео или печатная продукция? За эти 6 лет у нас уже такой багаж рекламных работ более полутора тысяч. То есть я думаю, что этот багаж стоит внимания. И среди всех этих полутора тысяч фестивальных работ, как ни странно, самое большое количество – это видеоработы. То есть ребятам нравится именно этот вид рекламы. На втором месте – это внешняя реклама. Постеры, баннеры идут. И на самом последнем месте – это, наверное, все-таки интернет-реклама. Как ни странно, в современный век, да, вот наш информационный, когда развиваются все технологии. С этого года мы вернули одну из номинаций. Это был запрос от участников прошлых лет. Это реклама ручной работы. У нас эта реклама была первой, второй и третьей фестивали. Потом перестали подавать. И мы в прошлом году ее просто сняли официально. А вот сейчас, когда ребята просили и спрашивали, какие будут новинки, возможно ли вернуть именно номинацию социальной рекламы ручной работы, и мы ее вернули с удовольствием. Поэтому ждем что-то еще, хедмейт, или что это может быть за социальная реклама именно через трансляцию каких-то смыслов, через реальное сделание, какие-то ручную работы. Я предлагаю сейчас нам всем вместе посмотреть один видеоролик, который завоевал победу, первое место на фестивале социальной рекламы «Инший поле» в 2015 году. И затем снова вернемся в студию. «Инший поле» Does not depend on fuel High-class bell No edge limit Handlebars with hands-free function Incredible light reflection Quick technical service Half-rise to accelerate Additional seat for a passenger Additional seat for a passenger You still have a car? It's not cool anymore The bicycle Возвращаемся снова в студию. Татьяна Васильевна, очень яркая социальная реклама, в принципе, как и многие за все эти года, которые вы проводите этот фестиваль, 6 лет, за эти 6 лет. Самое яркое есть, что вспомнить, что, скажем, запало наиболее всего в сердце? Лично у меня, да? Для меня самое яркое. Самое яркое, на самом деле, которое я помню и по сей день, это была реклама первого фестиваля. Ее подал один школьник, 10-классник из поселка Сумской области, по-моему. И когда мы просматривали с членами жюри все рекламы, это был один из последних таких этапов, уже все уставшие, часов в 5 мы смотрим все эти работы. И вдруг я говорю, ой, извините, наверное, что-то плохо записано, поскольку идет черный экран. Потом я поняла, что это была задумка этого парня, который прислал нам эту фестивальную работу. Он снял маленький видеоролик, там хронометраж секунд 50. И главный посыл социальный был в том, что необходимо обратить внимание на жизнь слепых людей. Он показал черный экран и передавались сюжетные линии через звуки. Мы слышали, как какой-то человек встал с кровати, обул тапки, как он пошел в ванную комнату, как полилась вода из крана, чистит зубы. Дальше он переходит в комнату, одевается и, открывая дверь, выходит в город, на улицу. Он вышел из квартиры, из подъезда. И здесь такой шум и тормоза, тормоза машины и, по-моему, трамвая. И потом был просто текст на черном экране. Все время это был темный экран. Обратите внимание на жизнь этих людей, если можете, помогите. Но где-то вот такой был посыл, там были другие фразы. Мы сидели, вот взрослые люди, члены жюри, мы были, на самом деле, все потрясены. Я впервые в жизни, не побоюсь, я не лукавлю, я себя почувствовала слепым человеком. Я поняла, насколько это тяжело, и осознать вот эту темноту, это очень сложно. И вот этот участник, он был победителем у нас. Он передал через вот эти 50 секунд обратить внимание на этих людей. Для меня это было то, что цепляло самый сильный был посыл. Потом было много у нас очень хороших реклам. Там запоминались веселые рекламы студенческие, такие вот легкие, с чувством юмора. Я думаю, это был 15-й год. У нас был цикл с трех серий «Сдай кров», да, проблема донорства. Но как это обыграли ребята, это студенты. И когда мы поднимали вопрос на ночи социальной рекламы, когда еще никто не знает, кто победил, мы тогда всегда каждый год проводим такое голосование. Ребята, какой вам больше всего запомнился ролик, который мы просмотрели? И вот тогда все проголосовали за «Сдай кров». И этот был у нас тоже победитель. Вот это то, что лично для меня вот зацепило за эти 6 лет. Валерий, вы участвовали в 2015 году в этом фестивале, и ваша работа также заняла призовое место. Что это было за работа? Да, в 2015 году одним из наших спонсоров была компания Google, и вот они сделали свою спецноминацию. Это проблема детской интернет-безопасности. И вот я тогда задумался, почему-то вот меня зацепила эта номинация. И я сделал такую работу, я взял парня и сделал, как будто он заходит. Вот разные комнаты, это было олицетворение разных сайтов. То есть каждый раз одна и та же дверь, то есть он не знает, что за этой дверь. Он заходит, полностью пустота и что-то одно там. Он заходил, игрушки были, потом он заходил, была музыка. И вот когда он заходил, третья дверь точно такая же. После этого дверь захлопывалась, и был черный экран и, ну, крики этого мальчика. И я хотел этим показать, и после этого была надпись, что родители, включите родительский контроль. То есть я хотел этим показать, что родители, как сейчас многие делают, просто включают интернет. Вот сиди, не мешай нам, сиди в своем интернете, делай, что хочешь, причем это с достаточно маленькими детьми делают. И вот я хотел показать, чтобы родители все-таки обратили внимание и задумались над тем, к чему они допускают своему ребенку, к какому массиву информации полезной и не только, к сожалению, в интернете. Кроме того, что в этом году будете заниматься решением организационных вопросов, планируете ли представлять свою работу? Ну, честно говоря, не знаю, скорее всего, нет, потому что, так как я являюсь членом оргкомитета, я думаю, с моей стороны было бы немножко неправильно представлять свою работу на этом фестивале. Вы приближете на следующий год? Возможно. Идеи уже есть? Да, пару идей есть. Наверное, для социальной рекламы темы идеи диктует сама жизнь. И вот очень интересный проект в фестивале «Иншиповлят» ежегодно, не изменяем традиции, это «Ночь социальной рекламы». Это по-настоящему ночь, когда происходит просмотр социальной рекламы, просмотр работ. Где будет он проходить в этом году, в каком формате? В этом году он будет проходить на территории литературной библиотеки. Библиотеки на Тройской имени Грушевского. Там есть прекрасное тоже пространство открытое, хаб такой на первом этаже. Очень комфортно там проводить тренинги, мастер-классы. Замечательный коллектив, который идет к нам навстречу, и когда мы засижимся, нам разрешают, несмотря на то, что уже библиотеку нужно закрывать. И там, на самом деле, это площадка, где очень уютно можно сесть на красиво диванчике, взять плед, как у нас обычно каждый год на «Ночь социальной рекламы», взять чашечку вкусного кофе, будут опять конфеты, печенье, чай. И все ребята в такой вот атмосфере дружественной, да, вот такой, могут просматривать фестивальные работы и еще не знают, кто же победил. Я думаю, что это будет интересное обсуждение, как всегда. Это, мне кажется, одно из самых любимых вот таких мероприятий, участников фестиваля. Татьяна Васильевна, вот грядущий фестиваль «Энший погляд». Проект «Неформальный университет» совместно с немецкой организацией DV International. Регулярное занятие в школе юного журналиста. Что нового еще готовит факультет журналистики и какие перспективы? Что нового мы, я, наверное, уточню, что нового мы готовим вот в ближайшее время, поскольку план у нас, как обычно, очень много всяких мероприятий. То, что вот в ближайшее время мы подали сейчас заявку на сотрудничество с Организацией объединенных наций. И 29 ноября в 11.00, сегодня мы уже согласовали, к нам приезжают специалисты из главного офиса ООН и проведут для ребят факультета журналистики и не только, кому это будет интересно, круглый стол по проблемам языка вражды. И будут представлены специалистами из ООН кейсы, что происходит в разных странах, а уже мы выставим своей стороны, что происходит сейчас у нас в Украине и, в частности, в Одессе. И именно ООН выступила инициатором с нами сотрудничать, чтобы мы поучаствовали в проекте по мониторингу языка вражды в одесских медиа. Поэтому будет вот это первый шаг в ближайшей перспективе. Следующий шаг — то, что мы сотрудничаем и дальше продолжаем сотрудничать с программой развития ООН, «Местевая роза докурентованная громада». И тоже вели переговоры, мы будем проводить тренинги для учителей Одесской области по вопросам эффективной коммуникации. Кроме того, мы запускаем новый проект, это будет на зимних каникулах для абитуриентов, то есть любой школьник, который хочет попробовать себя в роли журналиста, а возможно попробовать, вкусно ли это. Мы приглашаем всех ребят на факультет журналистики, ребята с разных уголков Украины, на зимнюю школу юного журналиста. У нас будет такая интенсивная зимняя школа. На протяжении шести дней наши лучшие специалисты, журналисты проведут серию мастер-классов в тренингах для этих ребят. Если ребятам это будет интересно, мы их милости просим к нам на факультет для реализации своих каких-то идей, творческих планов, масс-медийных продуктов. Еще мы планируем провести совсем скоро, 18 ноября, журналистский баттл. Мы сейчас формируем команды из студентов, всех желающих. И они должны за 12 часов под ключ, получив редакционное задание, создать и выпустить готовый масс-медийный продукт. Скорее всего, это будет печатное издание, но подать его в электронной версии. Либо это может быть создание какого-то сайта и наполнить контент. Вот. Команды формируются. 18 ноября в субботу стартует этот проект. Я, наверное, на этом поставлю точку, поскольку проектов много. Но вот это сейчас самое-таки главное и важное. Ну, не говоря о фестивале, который у нас совсем вот-вот будет стартовать. Напомню, что фестиваль социальной рекламы «Инший погляд» состоится в Одессе с 24 по 26 ноября. Проходить он будет на базе Одесской юрокадемии, на базе библиотеки Грушевского и ЦИХАП «Новое открытое пространство» при ЦИТРУСе. Подавать заявки можно до 10 ноября. Регистрация открыта на онлайн-платформах. Заходите на сайт факультета журналистики Национального университета Одесской юридической академии. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были организатор фестиваля «Инший погляд» Татьяна Васильевна Кузнецова, декан факультета журналистики Национального университета Одесской юрокадемии и член оргкомитета, студент Одесской юрокадемии Валерий Смалюх. Меня зовут Наталья Апара. Оставайтесь репортером. И напоследок посмотрим еще одну победную работу фестиваля социальной рекламы «Любить Украину». Любить Украину, как солнце любишь. Как ветер и трава и вода. В годину счастливу и в радости мит. Любить в годину не годи. Любить Украину. В сне юноя ву. В сне ву свою в Украине. Класу, жиди вечно, живу и нову. И мову, и соловину. Меж братних народов, но в садом речнем. Съя е водна над веками. Любить Украину. В всем срцем своем. И с всеми своими делами.